Столичным журналистам показали изнутри работу пожарных. Своеобразный пресс-тур для представителей СМИ провели в преддверии Дня спасателя. В Астане в этом году обновили несколько пожарных частей. Теперь местные огнеборцы работают на современном оборудовании в здании, которое соответствует международным стандартам. Репортаж Амана Танатарова. Пожарный спасатель или просто спасатель – это одна из самых благородных профессий. Нередко их называют супергероями. И такое определение в силу сложности и опасности их службы вполне обосновано. Эти ребята рискуют жизнью каждый день, чтобы спасти жизни других. Именно так огнеборцы пожарной части номер 4 выезжают на поступивший выезд. Времени на сборы и прибытие на место происшествия немного. Нужно действовать малоненосно. К слову, в этом году здесь проведен капитальный ремонт. Освежили все помещения, фасад здания. Обратили очень большое внимание на помещения, где пребывает личный состав именно. Это их спальные помещения, комната приема пищи, комната гигиены, также комната психологической разгрузки и так далее. Учебные классы. Вот эти помещения у нас прошли работы. На данный ремонт у нас ушло более 20 миллионов было выделено средств. А сейчас мы находимся в столичной пожарной части номер 23. Это первая в Казахстане современная часть. Уникальность проекта в том, что срок строительства составил всего 3 месяца. И в августе месяце она уже была введена в эксплуатацию. Пожарная часть оснащена передовой спасательной техникой и оборудованием. И примечательно то, что вокруг этой территории возведено общежитие. В нем могут проживать около 10 семей пожарных. Также ангар оснащен шестью единицами специальной техники с двухсторонним заездом, что значительно ускоряет реагирование в чрезвычайных ситуациях. Мы построили эту часть всего за 3 месяца. В ближайшем будущем планируется построить их по всей стране. Она обслуживает район Алматы, где сейчас проживает около 96 тысяч человек. За два месяца работы совершено более 200 выездов. Служит здесь 50 человек личного состава. Кроме того, закуплена новая боевая экипировка «Розенбаур». Она более легче и безопаснее. А это уже новый ситуационный центр. Здесь используют новейшие информационные системы для оперативного предупреждения и ликвидации ЧС. Основная задача нового командного центра МЧС – оперативно управлять всеми силами и средствами во время ЧС. Координировать их в необходимые точки, молниеносно обрабатывать и анализировать поступающую информацию, исходя из этого делать эффективный прогноз. Например, за счет этих мер мы в этом году во время паводков обезопасили ряд регионов от крупных последствий. Как сообщил вице-министр ЧС, для более слаженной и эффективной деятельности спасательных служб, в стране необходимо построить еще около 123 пожарных частей. Работа в этом направлении уже начата. Аман Танатаров, Олег Федоров, Astana Times